Всем привет! Это новости из Турции. А прежде чем приступить к новостям, хотелось бы сказать пару слов. Друзья, лучшая поддержка для меня это ваша подписка на мой канал. Просто возьмите и подпишитесь. Вам это сделать не сложно, а для меня это огромная мотивация. А также вы можете авансом поставить лайк этому видео. Заранее вам спасибо. В Турции продолжаются выходные, связанные с празднованием Курбан-Байрама. А вот в СМИ уже успели сообщить о том, что в аэропорту Анталии поставлен настоящий рекорд по количеству прибывших самолетов за один день. Первый день празднования Курбан-Байрама в аэропорт Анталии прибыло 1034 самолета. Из них 913 пришлось на международные рейсы, 121 на внутренние рейсы. Пассажир от ТОК 9 июля составил более 182 тысяч человек. По словам министра транспорта и инфраструктуры Турции, в самое ближайшее время планируется расширение аэропорта в Анталии и увеличение его мощностей. Ведь особенно в летнее время аэропорт принимает огромнейшее количество туристов. И по словам министра, места уже явно недостаточно. Планируется, что аэропорт Анталии будет расширен в течение 36 месяцев. В нем появятся дополнительные терминалы, в том числе и ВИП-терминалы. Также будут построены и другие вспомогательные сооружения, такие как, например, помещения для хранения топлива. Тот факт, что в Турции сейчас отдыхает огромное количество туристов, как иностранных, так и местных, подтверждает и губернатор Анталии, который подчеркивает, что заполняемость крупных отелей на анталийском побережье приближается к отметке в 100%. Также он отмечает, что популярные гостиницы достигли максимума по размещению туристов. Мест в них уже попросту нет и доходит до того, что даже ему звонят и просят помочь с поиском номера. Туристы из России также рассказывают о своем отдыхе во время Курбан-Байрама. И вот что говорит один из них. Народу очень много. В ресторане толпы и у бассейна. На пляж европейцы почти не ходят, сидят у бассейна. Поэтому на море лежаков свободных много, сообщает турист, который сейчас отдыхает в Турции. Другой наблюдатель сообщает, что некоторые гостиницы сейчас стоят на стопе вплоть до 15 июля. Один из туристов, отдыхающих в Алании, также делится своими впечатлениями. Завтрак и обед отель справляется, но на море мест нет. В самом море очень много людей. Посмотрим, что будет на ужин. Но если смотреть на картину в целом, то большинство туристов заявляет, что вполне довольны отдыхом и огромных очередей не наблюдают. В сети многие замечают, что сейчас бронирование отеля в Турции сопоставимо с бронированием отеля на Мальдивах. С этим можно согласиться. Ведь если бронировать тур на Мальдивы в хорошую четверку, по системе все включено, то выйдет дешевле, чем хороший Deluxe отель в Турции. Также с этим высказыванием согласны турагенты, которые заявляют, что сейчас туры в Турцию сопоставимы с турами на Мальдивы, которые дают на лето скидки. Но некоторые эксперты заявляют, что турецкий all-inclusive превзойти довольно-таки тяжело. И если брать отель в Турции сопоставимый по уровню сервиса с отелем на Мальдивах, то, конечно же, в последнем варианте ценник будет выше. В целом, можно сказать, что ценник на отдых в Турцию такой же, как и ценник на отдых на Мальдивах. Но стоит учитывать, что за одни и те же деньги можно получить разный сервис, отмечает эксперт. Ну что же, идем дальше. В последнее время оживает тема вокруг коронавируса. И на то есть свои опасения. Несколько дней назад Минздрав Турции опубликовал статистику заболеваемости за две недели, где я отметил пятикратное увеличение заболеваемости. Согласно последней объявленной еженедельной карте по COVID-19, за неделю с 27 июня по 3 июля число заболевших в Турции увеличилось на 114% по сравнению с предыдущей неделей. И из-за этого многие сейчас задаются вопросом, стоит ли ждать каких-либо ограничений из-за увеличения заболеваемости в Турции. Я же предлагаю взглянуть, что же говорит сам министр здравоохранения Турции. В Турции отмечен рост заражения омикрон-штаммом. Настоятельно рекомендуем сделать новую прививку людям старше 60 лет, а также людям из группы риска, у которых со временем последней активации прошло 6 месяцев. Исходя из заявлений министра здравоохранения, можно понять, что пока что речь о каких-либо ограничениях не идет. Министр лишь дает некоторые рекомендации. Но на прошлой неделе Союз медиков Турции призвал правительство принять ряд некоторых ограничительных мер. И вот некоторые из них. Из целого заявления можно выделить несколько тезисов. Первое – это ношение масок в закрытых помещениях. Второе – это начать вакцинацию детей. Третье – увеличить охват тестирования на коронавирус. Четвертое – публиковать данные по ситуации с заболеваемостью в стране ежедневно, а не еженедельно. На этом все. На данный момент правительство не делало никаких заявлений о начале принятия каких-либо из этих мер. Но также стоит отметить, что даже если эти ограничения и будут приняты, туристическую сферу они никак не затронут. За все время пандемии в отелях, в закрытых помещениях никогда маски так и не носились. Но на всякий случай мы будем следить за обстановкой и обязательно вам об этом расскажем. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы быть в курсе событий. И переходим к следующей новости. Все мы слышали о трагических происшествиях в Египте. Где были зафиксированы случаи нападения акул на людей. Власти Египта начали разрабатывать меры защиты людей, отдыхающих на курортах Красного моря. Конечно же, по защите туристов от акул. Первые меры по защите были таковы. Первое. Все отели на побережье Красного моря получили циркуляр, предписывающий усилить безопасность и контроль в отношении занятий, связанных с купанием, дайвингом и прочими купаниями в прибрежной зоне. Второе. Предписано избегать действий, привлекающих внимание акул и других рыб, которые могут угрожать жизни туристов. Третье. В обязательном порядке в гостиницах обязаны предупреждать туристов об запрете бросать в воду любые пищевые отходы и остатки еды с целью кормления рыб, поскольку это приводит к скоплению большого количества рыбы и может привлечь акул. В самое ближайшее время отели должны установить соответствующие таблички. Четвертое. Также под строгий запрет попадет рыбалка на пляжах гостиниц. Пятое. Должны быть четко обозначены буйками зоны, где можно купаться отдыхающим. Шестое. Все пляжи должны иметь средства первой помощи. Седьмое. Должны быть подготовлены спасатели для оперативной помощи туристам. Судя по всему, власти Египта пытаются принять меры по обеспечению безопасности отдыхающих. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok